Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители. Здравствуйте. Константин Юрьевич, по поводу безопасности китайских ракет для России. По-моему, вы слишком благодушны. Это, помните, мы в предыдущей, по-моему, передаче говорили, что вот этот весь крик, вся эта паника, которая поднялась в сети, куда была вброшена информация, что якобы китайцы разместили свои стратегические ракеты рядом с китайско-российской границей. Ракеты там страшные летят на 14 тысяч километров. Вот где коварные китайцы. И я, когда комментировал, я это сказал, что такие ракеты, они имеют мертвую зону 5,5 тысяч километров. То есть они не могут поражать цели на дистанции ближе 5,5. То есть даже если они разместили у нашей границы, то они 5, там вся территория России, она входит в мертвую зону этих ракет. Да. Так вот, это Сергей Константинов задает мне вопрос. Вот он пишет, значит, вы слишком благодушны. Я не поленился и измерил расстояние от провинции Хэйлудзян. Это вот та самая северо-восточная провинция Китая, которая граничит с Россией, где, значит, вот разместили якобы, это уже было потом опровергнуто, якобы китайцы разместили свои ракеты. Так вот, я не поленился, пишет Сергей, и измерил расстояние от провинции Хэйлудзян до Москвы. Получилось 5700 километров. Это что ж получается? Эти ракеты, если они действительно там размещены, представляют некоторую угрозу. Для всей западной части России, всему, что по правому берегу Волги. Но это вы, конечно, Сергей, даете по правому берегу Волги. Давайте считать. Если, значит, мертвая зона 5500 километров, а вы насчитали 5700, то, значит, в зону возможного воздействия и поражения этой ракеты попадает только полоска 200 километров на западе. Причем здесь Волга-то. От Волгограда до Смоленска 1100 километров. От западных границ России до Волги-то. Что вы? Это вы тут что-то неправильно посчитали. Ну, вот дальше Сергей пишет. Конечно, мне неизвестны детали, но с 2010 года некоторые воинские части были выведены из пограничных районов с Китаем. Некоторые части выводились в течение суток. Это я сам читал в журнале, который ведется в любой воинской части. Каком журнале? В кой воинской части? Когда такие вещи вы говорите, нужно указывать всегда подробнее. Я вам объясню, почему потом. Потому что вот то, что вы сейчас говорите, это, в общем, конечно, полная ерунда. Это сапоги в смятку. Я объясню, почему чуть позже. Так вот, значит, это касается и танкового полка, и ракетного, базировавшихся в районе Дальней Реченска в 5-9 километрах от границы. Сергей, ну не может этого быть. Ну, не размещают ракетные полки в 5 километрах от границы. Ну, вы подумайте, зачем? Для того, чтобы с вражеской территории из рогатки можно было дострелить до этой ракеты. Грубо говоря, так сказать, подставить свои танки и свои ракеты, да, под артиллерийский удар с вражеской территории. Ну, не размещается такого рода соединения, ракетные или танковые. Они находятся в оперативной глубине обороны. И выдвигаются на угрожаемые направления, или наносят удар по угрожаемым направлениям. Потом уже, по мере надобности, никто не размещает такого рода объекты, ракетные или танковые соединения, в 5 километрах от границы. Это бессмысленное совершенно занятие. Но вот дальше, продолжайте, Сергей. По утверждению местных, были и другие воинские подразделения, которые в экстренном порядке выводились от границы с Китаем. Из этого можно сделать вывод. Либо вы, то есть я, несерьезно относитесь к вопросу, либо умышленно дуете в уши наивным зрителям о мощи русского оружия и как нас бояться за бугру. Ну, Сергей, вы, так мягко говоря, что-то сильно напутали. И про то, что в 2010 году какие-то воинские части были выведены, и в том, что они там стояли в 5 километрах. Ну, хорошо, давайте разбираться. Давайте разбираться. Значит, на самом деле, на границе у нас с Китаем, вообще на границе бывшего Советского Союза с Китаем. То есть это граница сейчас России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Там действует очень серьезный комплекс мер доверия. Еще, значит, там с начала 90-х годов. 18 декабря 92-го года Ельцин приехал в Китай, в Пекине подписал документ. Называется документ «Меморандум о взаимопонимании между правительствами стран по вопросам взаимного сокращения вооруженных сил и укрепления доверия военной области в районе границы». Значит, уже тогда, уже тогда мы договорились и сказали, что все, мы выведем, покажите, пожалуйста, карту, мы выведем все наши войска, бывшие советские, российские войска, из Монголии. А это, так сказать, был самый главный раздражитель для китайцев, потому что с территории Монголии прямая дорога на Пекин. Прямая дорога. Там и рельеф местности соответствующий, и возможности. Короче, это самый прямой путь. А мы держали в Монголии общевойсковую армию и четыре танковые дивизии. Там было 75,5 тысяч военнослужащих, 25 пусковых установок тактических ядерных ракет «Точка-У», 2000 танков, 2500 других боевых бронированных машин, 1500 артиллерийских стволов и 200 боевых самолетов. Вот мы все это, мы все это с территории Монголии убрали. Как бы сделали некий, так сказать, жест доброй воли. Китайцы это оценили. И в ответ 22 апреля 1997 года, уже во время визита в Москву, председатель Китайской Народной Республики, тогда Цзян Цзиминь был, он подписал следующий новый документ. Называется «Соглашение между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем о взаимном сокращении вооруженных сил в районе Граиц». И оно содержало уже беспрецедентные меры доверия и уступки со стороны Китая. Значит, Китай принял на себя, внимание, односторонние обязательства. Вот если можно, верните карту, чтобы можно было посмотреть на карте, как это все будет выглядеть. Да, так вот Китай принял на себя односторонние обязательства. В зоне, в глубину от границы бывшей с Советским Союзом, то есть российской, казахской, киргизской, таджикской, да, отвезти войска, все войска, вообще, все без исключения, на 500 километров. То есть в зоне 500 километров от российско-китайской, ну, бывшей советско-китайской границы, у Китая вообще нет никого, кроме пограничников, только пограничников. При этом Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, ну, в первую очередь, конечно, речь идет о России, обязались отвезти свои войска от границы только на 100 километров. Китайцы на 500 отвели, а мы только на 100. Понимаете? Да, ну, в любом случае, как бы то ни было, значит, у нас получилось 600 километровая демилитаризованная зона, 600 километров, понимаете? От ближайшего российского танка до ближайшего китайского танка не менее 600 километров. 500 километров от своих границ нету там у китайцев ни ракет, ни танков, ни самолетов, только пограничники там могут быть. А в 2001 году в Москве был подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, это уже Путин подписал. А в этом договоре содержится, статья 2, содержится обязательство взаимно не нацеливать друг на друга стратегические ядерные ракеты. Поэтому, когда вы слышите, что в 2010 году, как вот Сергей пишет, некоторые воинские части были срочно выведены из пограничных районов с Китаем, да, там они находились 5-9 километров от границы, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Потому что мы еще там 20 лет назад договорились с китайцами, точнее, ну, ровно 20 лет, как раз, да, в 97-м году, что у нас будет 600 километров демилитаризованной зоны между нами. Понимаете? Ну, даже если представить себе, ладно, хорошо, предположим, еще этого не было, представить себе, что китайцы развернули свои ракеты, у них, во-первых, их очень мало, да, на суше, у них есть еще 2 атомные подводные лодки, 2, целых 2, на которых ракеты, а на суше у них что-то около 20 ракет межконтинентальных, не среднего радиуса действия, а вот этих вот тяжелых межконтинентальных ракет, 2 десятка. Понимаете? И размещать их у границы не имеет никакого смысла, потому что, во-первых, они подставляют их под удар. И чем ближе ваши ракеты к границе, да, с противником, тем меньше ракеты противника подлетное время. Там какой-нибудь Искандер, который будет размещен рядом, в течение двух минут может тогда, значит, поразить стартовые позиции шахты этих стратегических ракет, если они в шахтах. Ну, это все гипотетически, там этого ничего нет, естественно, да? Вот. Да, кроме всего прочего, мы с вами уже говорили не раз, что даже вот та система противоракетной обороны, которая есть вокруг Москвы, она, в общем, гарантированно перехваты ограниченной ядерной удары. Уникальной, больше ни у кого в мире нет. У нас стоят вот на вооружении этой системы противоракеты А-135 с ядерной боевой частью. И ограниченный ядерный удар они могут отразить. Продолжение следует...